здравствуйте друзья с вами снова валерий и сегодня самое неожиданное продолжение предыдущего видеоролика где я показывал и рассказывал о возможности применения без переделки автогенератора в режиме ветрогенератора прежде всего огромное огромное спасибо всем за активное участие за ваши комментарии за ваши предложения советы и критику под тем видео честно говоря неожиданно было много комментариев мало того многие непосредственно в личку мне на вайбер на ватсап писали и предлагали возможные варианты чтобы я их проверил предыдущем видеоролике многие мои зрители правильно подметили что генератор был недогружен и при этом замеры мощности были некорректны ребята согласен это все правильно но есть два но во первых у меня не было цели снимать мощность генератора то есть я даже не заморачивался с тем какую мощность там может выдать у меня была цель понять с каких оборотов начинается возможная работа этого генератора в режиме ветрогенератора без переделки и вторая основная причина в общем до 1000 оборотов я еще игрался я подбирала здесь нагрузку и до 1000 оборотов все здесь работает его хватает но уже 1200 и больше оборотов этой нагрузки у меня не хватает на суть какая здесь у меня три сопротивления по 3 ома но когда я вывожу крайнее положение этот бегунок у меня всегда остается в работе 3 ома ну чтобы не было замыкания и этих 3 ома недостаточно чтобы полностью нагрузить этот генератор поэтому честно говоря я даже уже не заморачивался я просто попробовал думаю ну что же будет там на 2000 у меня оставался станок включенный на 2000 я тогда так на камеру бегло показал да здесь моя ошибка что что я его нагрузил хотя честно говоря у меня нечем было нагружать поэтому в данном видео я попытаюсь исправить именно эту ошибку и показать на самом деле что генератор рабочий и что он может выдать ну опять же снова у нас есть одно такое но что мой станок 2000 оборотов холостую он раскрутит но с нагрузкой обороты падают и станок уже две тысячи оборотов с нагрузкой генератора не может поддерживать я это просто уже все проверил и поэтому о том чем говорю я знаю значит в данный момент вот видим такая импровизированная нагрузка это с нержавейки проволока в общем один конец и его подцепил на выход плюса с генератора второй конец висит покуда что еще в воздухе ну и вернее если быть точен более точным то на крюке кран балки и мощность мы будем выбирать вот этим проводом то есть методом подцепления будем смотреть уже по вот этим прибором по клещам и тестеру что у нас получается потому что тот прибор уже будет отключен то есть до 1000 оборотов мы проверим этот генератор на этом стенде а свыше 1000 оборотов мы уже попытаемся проверить его ну на сколько у меня хватит станка там не знаю полторы тысячи вытянет 1700 2000 вытянет значит проверим до тех пор покуда будет вытаскивать мы стану и далее мы все данные я запишу таблички я даже в том видео если вы заметили я даже никаких таблиц не составлял потому что не не нужны были эти замеры конкретные замеры я так скажу мне просто была цель узнать точку с которой генератор ну хотя бы хоть как-то начинает работать там заряжать аккумулятор и эта точка оказалась где-то ближе полторы тысячам оборота то есть это нереальные обороты для ветрогенератора даже если через мультипликацию это даже если вас халявный этот будет генератор толку с него очень мало но это только именно в режиме ветрогенератора так и еще один такой момент значит прежде чем мы сейчас это все тут включим заторахтим в комментариях в личке мне писала несколько человек и значит там было такие комментарии чтобы я проверил если замкнуть обмотки возбуждения то теоретически тот ротор превращается в краткозамкнутый виток и скажем где-то на 2000 оборотах по логике бы этот генератор должен бы сам самовозбудиться ну вот по принципу асинхронного дверя значит я не буду вам это все уже показывать для себя я уже проверил поэтому я вам расскажу ну кто не верит проверите кто верит значит слушаем значит замыкал я выводы с обмотки возбуждения генератор не возбуждается догонял более там 2000 оборотов нет не возбуждается затем было такое еще у меня комментарий кратковременно то есть когда генератор вращается там например 2000 оборотов кратковременно подать возбуждение и убрать то есть при этом наконечники теоретически должны бы под магнититься и далее уже должен произойти само возбуждение генератора проверил не работает потом еще у меня там был комментарий чтобы эти выводы например замкнуть а на обмотки то есть на фазные обмотки между фазно там подцепить 20 микрофарад как это делается там например в асинхронном двигателе ребята не работает я почему даже не хочу это все вам показывать то есть результат будет тот который я вам сказал ну а кто не верит проверяйте кстати под видео был комментарий какой мощности этот генератор вот видим 14 вольт и 95 ампер ну это получается полтора киловатта но честно говоря у меня сомнения чтобы получить эти 95 ампер это обдул должен быть совсем уж не шуточный ну вот то что есть в данный момент у меня все готово напряжение на обмотку возбуждения будем подавать с аккумулятора я его вчера зарядил там все нормально замеры мощности на вот этой нагрузки будем ввести с помощью клещей и мультиметра до 1000 оборотов будем смотреть по вот этому ваттметру и все показания которые у нас будут они будут записаны в эту табличку которую вы увидите в конце этого видеоролика так это все работает напряжение холостого хода 16 и 2 десятых вот включаем нагрузку напряжение проседает 13 и 3 ток 399 53 ватта мощности в данном случае 1000 оборотов это минимальные обороты с которых начинается начало заряда при тысячи оборотах с этого генератора мы имеем 53 ватта но нужно учитывать еще то что у нас есть обмотка возбуждения которое потребляет 43 ватта то есть у нас заряженный аккумулятор там 12 вольт стабильных и потребление 36 ампера то есть если из наших 53 отнять мощность на обмотке возбуждения которое она потребляет то в итоге 10 ватт но честно говоря этих оставшихся 10 ватт не хватит даже на потери в проводах которые будут идти от вашего ветряка к аккумулятору в общем поднимаем обороты смотрим и записываем результат в следующий год напряжение холостого хода 21 и 8 включаем нагрузку 14 14,2 28,8 ампер вот я записал 11.. 1000 оборотов 22,8 ампер напряжение 36,2 ампер 24,9 ампер 24,9 ампер так но есть результат все записал сейчас подсчитаю мощность подсчитаем какое было при этом сопротивление и подведем итоги кстати нагрел не только вот слышим но примерно до такой температуры нагрелся и сам генератор то есть для такой мощности здесь обдув турбина должна быть и без нее никак то есть обдув должен быть идеальный тону за генератор удержаться невозможно кстати по молодости у меня был такой случай значит была у меня шестерка пригнанная с венгрии шестерочный мотор то есть машина такая зверь заряженная и в общем на той машине я так низко летел и и в один момент такое впечатление будто кто-то выстрелы с ружья мне показалось что в салоне штукатурка посыпалась в общем когда остановился в общем я сильно удивился оказывается разорвал вот эту крыльчатку что здесь было и она пробила капот ну в общем вот это такая сила была что ужасно домой то я доехал все это там сделал ну факт есть факт вот так вот выглядит полноценная таблица замеров мощности автогенератора и скажу вам что собственно ничего особо не поменялось в плане того чтобы применить без переделки от этого автогенератор в режиме ветрогенератора значит на 800 оборотах напряжение холостого хода 12 и 6 но с нагрузкой 3 4 десятых ома здесь просадка до 10 вольт ну в общем это мы даже не учитываем значит заряд начинается с и тысячи оборотов при 3 омах нагрузки мы получаем 53 вата вот это вот колонка это мощность которую мы тратим на обмотку возбуждения то есть в данном случае если с этих 53 хват отнять наши 43 то есть 10 ватт ну это на потери в проводах даже не хватит более реальная мощность с которую мы можем снимать это начиная с 1200 оборотов здесь мы уже имеем 400 ватт минус наших 43 то есть 350 ватт это реальная мощность которую мы можем получить с этого генератора но я вам скажу раскрутить до 1200 оборотов это уж не так-то и просто даже если там какая-то будет редукция мультипликация то как назовет собственно не важно для всех этих потерь на мультипликацию нужен и винт побольше размеров и ветер соответственно побольше силы этот генератор более-менее начинает себя проявлять на оборотах там свыше 1000 оборотов но честно говоря такие обороты для ветроэнергетики это очень большие обороты поэтому применение такого генератора без переделки в режиме ветра генератора я не считаю что она есть что она будет целесообразным и надо учитывать что уже начиная буквально там с 1000 оборотов этот автогенератор он начинает греться и греется совсем уж даже не по-детски поэтому здесь помимо естественного обдува должен быть еще и принудительный чтобы получать стабильно там скажем вот эти 900 ватт на этом все друзья надеюсь тему применения автогенератора в режиме ветра генератора мы рассмотрели надеюсь это видео было для вас интересными полезным всем добра и позитива отличных идей отличной конструкцией побольше альтернативной энергии и до новых видео всем пока